Девочка-пай Добрый вечер, уважаемые тела! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня среда, 8 часов вечера и, как всегда, в это время вы смотрите информационную телепрограмму «Новости района». О событиях, прошедших дней, расскажу вам я, Натуся Кчмезова и мои коллеги. Добрый вечер, уважаемые телепрограммы «Новости района»! Добрый вечер, уважаемые телепрограммы «Новости района»! С докладом о проделанной работе за 2018 год выступил глава поселения Мурат Хагуров. За прошедший период работы администрации, должности главы поселения, проделанной работой поселения, на 2018 год был утвержден бюджет поселения в сумме 6 миллионов 539 тысяч рублей. В том числе, НДФЛ с доходов 387 тысяч рублей, единый сельхозналог 413 тысяч рублей, налог на имущество 206 тысяч рублей, земельный налог 1 миллион 850 тысяч рублей, доходы от уплаты акциза 1 миллион 514 тысяч рублей, дотация на выравнивание и сбалансирование бюджета 2 миллиона 167 тысяч рублей. Также в 2018 году были проделаны такие работы. Ремонт уличного освещения, монтаж и замена пожарных сигнализаций в сельских домах, в рубку опасных территорий, угрожающих движения автотранспорта и жизни людей, гризирование улиц и перелухов, ремонт уличных улиц, расчистка лесополос, установка фонарей по перелуху почтовому, реконструкция и установка стыла на везде свободное, укладка асфальтиного покрытия, хутор Шелковникова по улице Мир и переулку Сепнов, также хутор Кроме Недровский по улице Свободы Мира. Также в этом году было восстановлено маршрутное сообщение обезгодное. Далее Мурат Хагоров озвучил планы на будущий год. В 2019 году планируем провести следующие мероприятия. Отсыпка подъезда к новому кладбищу и его благоустройству. Также продолжит асфальтное покрытие по перелуху западному с тротуаром. Благоустройство территории последней, ремонт и обслуживание уличного освещения, увеличить протяженность уличного освещения, устройство дорожных неровностей по улице Безнародной и Словольной, установка пешеходных переходов улицы Международной и Словольной, разработка проекта планировки земельных участков, предоставляемых многодетным. В последнее время практически на всех сходах граждан жители задают вопросы, связанные с проблемой вывоза мусора. С разъяснениями по этому вопросу выступил заместитель главы района по ЖКХ и строительству Евгений Глазунов. Было определено правительством Адыгеи, что будет один оператор, который будет вывозить на все республики Адыгея. Тариф будет везде единый для республики Адыгея. Везде. Это будет касательно 99 рублей с копейками для МКД, но у нас МКД нет, многоквартирные дома, и 101 рубль с ИЖС, с обычных домовладений. Посчитаны, были установлены так называемые нормы накопления твердых коммунальных отходов. У нас в республике Адыгея установлены 2 куба в год на человека. То есть 1 куба у нас составляет 608 рублей за 1 куб. То есть в год мы накопляем 2 куба, то есть это там 1200. То есть где прямо на 12 месяцев это получается 101 рубль с человеком. Так как с 1 января эту услугу по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов приравняли к коммунальной услуге, это точно такая же, как и свет, газ и тому подобное. Это обязательно. Затем по повестке дня с отчетом о проделанной работе отчитался участковый уполномоченный Александр Тараненко. На территории воинского сельского поселения расположены два административных участка. В настоящий момент я обслуживаю оба административных участка. Общая численность населения составляет 4173 человека. В застегший период 2018 года в полиции зарегистрировано 124 обращения и заявления граждан. По каждому заявлению проводилась проверка в рамках действующего законодательства, по окончании которых принимали соответствующие решения. Подавляющее число обращений возникали вследствие ненадлежащих семейно-бутовых отношений, основной проблемой которых является злоупотребление смертными напитками. На территории воинского сельского поселения в исчезшем периоде 2018 года зарегистрировано 19 преступлений, из которых 18 преступлений направлено в суд с обвинительным заключением. Нераскрытым остается одно уголовное дело. Участковым уполномоченными раскрыто 6 преступлений. Анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений и обращений в полицию, показывает, что большинство обращений в полицию возникли вследствие ненадлежащих семейно-бутовых отношений, которые заканчивали скандалом. На учете состоит два семейных дебошира. Актуально не остается проблема повторных нарушений правил дорожного движения, а именно управления транспортными средствами и с нерешенным права управления в состоянии алкогольного обвинения, за которые предусмотрена уголовная ответственность. На территории сельского поселения в настоящее время проживает 36 граждан, лишенных права управления, с которыми постоянно проводятся профилактические и разъяснительные работы о недопустимости нарушения правил дорожного движения, которые ранее были лишены права управления транспортным средством в связи с управлением транспортом в состоянии алкогольного обвинения. Также не могу не остановиться на продолжающих иметь в местных случаях мошенничества с использованием информационных технологий и техкоммуникационных ресурсов, когда путем звонка на мобильный телефон или смс-сообщения о беде с близким человеком, или что банковский счет заблокирован, либо выданного предложения о покупке обещающей безусловную выгоду. Традиционно в продолжении схода слово было предоставлено главе района Зауруха Мирзову. Много вопросов по вывозу так называемого твердых коммунальных отходов. Хотелось бы пояснить, тут есть определенная недосказанность. Первое, вот с 1 января работа регионального оператора, чтобы было понятно, это федеральный закон. Это не закон, который действует на территории Кашхабовского района или Республики Этге. Это федеральный закон, который действует на всей территории Российской Федерации. То есть во всех субъектах Российской Федерации определяется так называемый региональный оператор путем проведения торгов. Выигрывает определенная компания, которая занимается сбором и вывозом мусора. В каждом субъекте устанавливается тариф. То есть, что значит тариф? Сколько будет стоить сбор и вывоз мусора? По Республике Этге тариф уже озвучен. 99 и 101 рубль. То есть этот закон обязательный для исполнения абсолютно для всех. Но есть годная категория граждан, которому Управление социальной защиты населения будет компенсировать эти расходы. То есть вывоз коммунальных отходов приравняли коммунальным расходам. То есть вот, например, есть определенная категория граждан, которые получают компенсации за электричество, за газ. Вот они точно так же будут получать вот эти компенсации по вывозу ТКО. Хотелось бы сказать, что на всей территории Республики в данный момент закрываются все свалки. Вот в каждом поселении, если брать Кашкапурский район, у нас одна свалка, которая функционирует десятилетиями. По 30-40 лет. Люди к ним привыкли. Все они уже закрыты. В своем выступлении Заур Хамирзов также озвучил, что уже сделано и о том, что планируется в Волинском сельском поселении. Вот что мы планируем по Волинскому сельскому поселению на 2019 год. Если нет серьезных проектов, самый серьезный проект, я считаю, это наконец-то федеральное финансирование появилось по строительству дамбы, о котором мы говорили еще два года назад. В следующем году, а на 4 километра дамбы, вдоль реки Лоба, набережная Вольная, начнется строительство для защиты и предупреждения ЧАЭС. Это серьезное инженерное сооружение, это очень серьезные федеральные деньги. Наконец-то это строительство начнется. Если говорить про образование, если взять Кармарино-Годровевскую школу, школа газифицирована, но в следующем году мы планируем закончить замену оконных блоков. То же самое касается и Вольнского дошкольного образовательного учреждения садика. Старый корпус мы планируем 1 сентября, если все будет нормально, заменить оконные блоки, отремонтировать. Вольнскую школу вы наверняка многие знаете. Около миллиона рублей мы вложили в систему замену освещения полностью. Очень серьезная работа проведена и очень серьезные деньги мы вложили и в саму школу, и в столовую. Но есть к чему идти, есть к чему стремиться. Дальше Вольнское поселение, вот буквально 10 дней назад подавали документы на участие в хорошей такой программе по ремонту дорог с серьезным софинансированием. И вот Вольнское поселение выиграло грант на участие в размере 1 миллиона рублей. На следующей неделе будет подписано соглашение с председством финансов в Республике Атагея, будет разыгран конкурс, аукцион и мы будем ремонтировать. Водец в Колье, наконец-то мы его асфальтно заменим. В следующем году хотим поучаствовать в следующей программе тоже по ремонту дорог, реконструкции дорог международных. В заключении схода от жителей поселения слово взял ветеран войны Владимир Никитович Радченко. Мурата Аслановича, сферизбрали его на новый пост, пост адресатора Вольнского сельского поселения. И желаем вам новых успехов в работе на таком варном помощи, как адресатор. На сходе также были заданы другие вопросы, касающиеся жизни и быта поселения, на которые были даны соответствующие пояснения. Натусик Чмезова, Сергей Лобынцев, новости Кашхабского района. Вчера в зале администрации района прошел пленум Совета ветеранов Кашхабского района. Центральной темой повестки дня стал вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения и не только. Вчера в зале администрации района состоялось заседание пленума Совета ветеранов Кашхабского района. В мероприятии приняли участие глава Кашхабльского района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, старейшины района и представители общественности, главы поселения, гости из республиканской столицы. Главной темой повестки дня стали вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения. По первому вопросу об участии и задачах Кашхабльской районной организации ветеранов по улучшению патриотического воспитания граждан выступил председатель Совета ветеранов Кашхабльского района Ахмед Худ. Все ветеранские организации постоянно уделяют должное внимание этому вопросу, а тем более с учетом правительственного постановления о государственном программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы проводят много мероприятий, в том числе наши ветеранские организации. Совет ветеранов Адыгеи образовался в 31 год, в прошлом году, в 30-летии, тоже его есть, исполнялось. Чтобы заниматься патриотическим воспитанием, необходимо разобраться в самом сути и смысле этих слов. Патриотизм является одной из самых ярких черт российско-национального характера. В российском патриотизме присущие свои идеи, вера в терпимость, законопослушание, общественность и потребность россиян в коллективной жизни, особая любовь к родине, природе, к малой и большой родине. Руководитель волонтерского отряда Кашхабльского района Татьяна Калчевская подробно рассказала присутствующим о проделанной работе волонтерского отряда и закрытии года волонтера на территории района. Традиционный призыв государственной власти в 2018 году был обращен к веснарыстому народному порыву, добровольческим организациям, которые многое сделали полезным для своих родных селений и городов. Год волонтеров провозглашил указом президента Российской Федерации и направлен к обществу для реализации комплексов мероприятий, у которых одна цель сделать Россию и свой край богаче и краше, принести в общество добродетель. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своим указом обозначил важнейшее направление, объявив 2018 год годом волонтеров. Муниципальное волонтерское движение было основано в 2017 году и оно объединяло в своих рядах 70 добровольцев. На данный момент в муниципальном образовании Кашхабульский район добровольческой деятельностью занимается более 1 тысячи человек. Мы определили для себя следующие цели и задачи. Цели. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. Развить волонтерское движение. Формировать позитивные установки учащихся на добровольческую деятельность. Задача. Показать преимущество здорового образа жизни на личном примере. Пропагандировать здоровый образ жизни. Формировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. Возродить идею шефства как средство распространения волонтерского движения. За время существования нашего отряда волонтеры принимали активное участие в конкурсах, семинарах и акциях. За что получили награды. Республиканский этап конкурса «Лучший туристический маршрут. Памятники победы и скорби». По итогам всероссийского этапа были награждены грамотами и приглашены в Москву на закрытие конкурса. Наш волонтер Кузнецов Даниил Михайлович принял участие в республиканском конкурсе «Здоровая планета. Начинается с меня», где стал победителем. А также в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Доброволец в России-2017». Команда волонтеров представляла наш район на республиканском форум-семинаре «Команда», где ребята прослушали организационные лекции и участвовали в тренингах. Наша команда активно участвовала в республиканской акции «Бумажный бум» и «Волонтеры победы». В честь празднования Международного дня мира в сентябре мы организовали единый час духовности – «Голубь мира». В акции поучаствовали 50 волонтеров и 30 обучающихся. Провели беседы с учениками младшего школьного возраста и рассказали о целях данной акции. Ученики приняли участие во флэш-мобе «Голубь мира» и запустили в небо более 180 шаров вместе с бумажными бумагами, символизирующими мир и благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. О военно-патриотическом воспитании и работе вновь зарегистрированного юно-армейского движения доложил руководитель отряда Константин Тугалуков. В помощь современной школе и в целях активизации работы по военно-патриотическому воспитанию с этого учебного года во всех 13 школах района были созданы первичные ячейки юно-армейских отрядов. Количество учащихся вступивших в юно-армейское движение района составляет 187 человек. С руководителями на местах общее количество около 200 человек. В течение прошедших 2,5 месяцев в школах изучалась и подготавливалась документация о создании отряда юно-армия. Был организован торжественный прием и учет юно-армейцев. Составлен план работы отряда на год. Проведены занятия по строевой, огневой, общей физической подготовке. Налажен тесный контакт с представителем ДСА в Кашкабульском районе. Ведется работа по оснащению отряда в юно-армии формой. С просьбой о помощи вышли на главу района. Результат положительный. На сегодняшний день деньги выделены для экипировки команды юно-армии. За что огромное спасибо главе района Завру Аскарбевичу. Надеемся и в дальнейшем на его поддержку. В свою очередь мы также постараемся не подвести. Дети будут заниматься военными видами спорта, изучать военное дело, проходить курс молодого бойца, изучать конструкцию оружия, знакомиться с техническими свойствами современного российского оружия, изучать правила оказания первой помощи при различных травмах и поражениях, ухаживать и охранять места воинских захоронений и памятников, участвовать в спортивных и ультурных мероприятиях района. О проводимой работе по патриотическому воспитанию молодежи также доложили председатель общественного движения Адыгахаса Амини Пшикуев, председатель Кашхабского районного казачьего общества Николай Ступенко и начальник управления культуры Рауф Хурья. Далее слово было предоставлено председателю Совета ветерану Республики Адыге Аслану Хуадже и директору Фонда Победы Юрию Нихай. Патриотизм вообще это основа жизнедеятельности любого государства. Будущее любой страны оно должно строиться на противном фундаменте, а фундаментом этом может быть патриотизм. Там где его нет, нет патриотизма, нет единства, нет дружбы народом. Любое такое государство, оно обречено, оно гибнет изнутри. А внешний враг его просто-напросто завершает. Мы, ветераны, мы будем помогать, естественно, в силу своих возможностей. Это одно из направлений наших движений, мы должны сообща эту работу проводить. Я, прежде всего, хотел бы отметить, что во все времена мне приходилось работать в республиканских органах. Кашихабрский район отличался активностью во всех вопросах. И в комсомоле, и на советской работе, и в милиции проходил сработать. Люди были здесь активно. И я рад, что и ветеранская организация сегодня очень активную позицию занимает. И есть работа, связанная с определенными трудностями, но вместе с тем. Единственное, о чем я хотел бы сказать, что это не мелочь. Та работа, которой занимается совет ветеранов, все вот учреждения района, она имеет значение. Все успехы в экономике, в политике, я не знаю, что успех вот так есть в молодежи. Не направлены на молодежь, они ни к чему. Потому что будущее за молодежью. Поэтому еще раз хочу поблагодарить за ту работу, которую вы проводите. Здесь было сказано, что мы отметили столетие комсомола в этом году. Я не буду говорить о значимости о роли комсомола. Миллионы людей прошли через эту школу и благодарны. И сейчас, может быть, многие вопросы решались бы в плане воспитания. Гораздо лучше, если бы это организация была бы на сегодняшний день есеная. Но, тем не менее, столетия комсомола была отличная. И в Москве, и у нас. И я с удовольствием хочу вручить благодарность от Оргкомитета комсомола, Воспитание 100, ход Ахмед Даутовича. За признательность, за участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и на сегодняшний день остается молодым и юным комсомолом. Позвольте. Завершение выступил глава района Заур Хамирзов. Без воспитания, без патриотической направленности нашей деятельности для чего мы все делаем спортивные площадки, ремонтируем дома культуры, то же самое цифровое телевидение, все остальное. Это для молодежи. Молодежи – это будущее. Если мы не будем прилагать усилия для достойного воспитания нашей молодежи, вот все наши усилия, они бесплодны, поэтому именно сообща, именно вместе, показывая личным примером, я думаю, у нас все получится. У нас молодежь очень талантливая, очень хорошая. Завершилось мероприятие приятным моментом. Сегодня у меня приятная миссия поступила от жителей АО Кашхабы. Предложение почетному жителю АО Кашхабы, Хутак Мендаутовича. С этим предложением они вышли в Совет народных депутатов, где было принято решение о представлении почетного звания почетного жителя АО Кашхабы, Хутак Мендаутовича. Сегодня сотрудники госавтоинспекции Кашхабыского и Шовгеновского районов провели очередную профилактическую операцию под названием «Автобус». Подробнее в сюжете София Ткарданова. Сегодня, 12 декабря, сотрудники госавтоинспекции Кашхабыского и Шовгеновского районов провели профилактическую операцию «Автобус». При проведении мероприятия особый акцент был сделан на соответствии технического состояния транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, установленным требованием. Подобное мероприятие направлено на снижение количества ДТП с участием автобусов, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения и требования нормативно-правовых актов в области пассажирских перевозок. Госавтоинспекции Кашхабыского районов периодически проводят такие мероприятия, это не самиминам приносит целые положительные результаты. Госавтоинспекции Кашхабыского районов, это неизбежные результаты, но из-за того, что следует в том, в том числе, а также истинная периодически подняコ fatto. В этом Тринайце, ДТП и Семенисмарols, и Борис, и Вашим, и Вашим, и Вашим, и Вашим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok